здравствуйте друзья расскажу вам про экзотический случай который произошел вчера и сегодня так как то растянулась во времени я не пытаюсь из экзотики сделать норму или там как сказать вот видите каждый может нет но такого еще не было поэтому вот я рассказываю вот кто не верит плюньте мне в глаза но это чистая правда значит есть у нас студент китаец лет сорока мужик говорит так знаете тяжело понимать его чем там говорит ну понятно более-менее понятно симпатичных принципе мужик в девяносто девятом году он что-то там закончил специфически хардверное и работал два года всего но 2001 с 99 по 2001 он работал чего-то там по секьюрити то есть они делали какой-то такой хардвер который вот хардверными решениями чего-то там запирал не софт не не софтверными а вот именно хардверными два года он поработал после этого он много лет занимался с 2001 года да где-нибудь там до 2013 он был аналитиком рыночным какой-то маркет анализа где-то делал потом у него какие-то проблемы личные были я не знаю куда он там девался и он выпал на пару лет на пару лет он выпал не знал куда ему деваться и ему знакомая женщина по китайской линии посоветовала к нам прийти причем когда я пытался сказать что за женщина мы ее знаем он говорит эту женщину все знают я бы но мы знаем он ну ее все знают она такая известная что ее знают все она какая-то там одна из самых богатых людей там в кремниевой долине я не знаю откуда у него такие связи в общем эта женщина может быть он по работе где-то с ней был связан эта женщина ему говорит пойди к ты в портно в компьютерскую а где она знает сегодня это выяснилось я я не знал да и вот но он пришел он хорошо учился он такой очень самостоятельный и я бы сказал не очень общительный вот такой занимался себе на практику сходил резюме моему спроворили и тут он пишет письмо вчера что пришло позавчера его пришло письмо по почте по факту он бы по имейлу прислал отсканированное в общем письмо такое что он очень признателен и в общем спасибо большое все дела там уезжает он в нью-йорку работу получил ну хорошо получил работу софия поскольку мы как раз сейчас работаем над очередным репортом то есть мы должны каждый год просуммировать там выпускники что у них там происходит с поиском работы ну и она говорит отлично нашел работу давай вот значит там какие то вопросы она ему задает и в частности есть вопрос о зарплате надо сказать что вопрос о зарплате некоторые выпускники очень знаете напрягаются они не хотят говорить и они там я не знаю чего но но это абсолютно конспиденциально то есть максимум что может произойти это когда у нас проверки там это может быть раз в год раз в пять лет то могут взять на бум там пять файлов из там допустим 500 за последний год да и могут позвонить спросить что-нибудь но правда ли что там написано вот вот собственно этом уровне это никуда не идет но напрягаются а это значит так мол так значит там сто пятьдесят два доллара в час у него контракт в какой-то ну то есть я знаю в какой очень серьезный финансовой организации вот уровня bloomberg вот представьте себе такого плана в нью-йорке находится он туда уезжает и он будет заниматься вопросами защищенности информации на клаунах там как-то складом связано то есть я подумал что вот наверное вот те два года что он 15 лет назад занимался вопросами безопасности вот наверное они как-то сыграли и он утверждает что опыт в тестировании им очень понравилось что у него такой есть это что он там занимался анализом рынка им им не помешало никак вот в общем такие деньги жуткие я думаю быть это в нью-йорке такие сумасшедшие деньги платят у нас такого еще в истории не было чтобы кто-то получал такие деньги тем более нашей школы то мы же начальный уровень готовим но вот он там ну 25 30 долларов там ну и хорошо до этого у меня был такой рекорд знаете поставленные может быть там нет нужно не знаю сколько там 8 10 месяцев назад когда девушка лет двадцать семь получила пятьдесят два доллара в час как первую работу но это первую продуман он но он тоже может сказать первую я не знаю ну что он все-таки другими вещами занимался вот и правда уже ушла оттуда на другую контору пошла вообще какие-то сумасшедшие сейчас получает на днях приходила мне в глазах потемнело но это неважно но в общем а вот этот вдвое больше ее получается 5 то есть она же на второй по работе получает двое меньше чем он на первые в тестировании ну опять нельзя сказать что это тестирование что-то такое то более сложное более заковыристое в общем вот такой случай я что хочу сказать друзья есть куда расти понимаете есть светофор есть светофор есть куда расти и думаю рассказать вам или не рассказать думаю вот рассказать скажем врет вот они не рассказать получается тоже обманывается не рассказывает нас спрашивают какие перспективы да а он значит пришел сегодня живьем уже пришел еле-еле говорит что-то такое я он такой оживленный но не очень легко понять что он говорит и он там цветы принес там еще что-то не по вот и я ему говорю слушай но такие деньги я бы как-то даже через чур он говорит майкл говорит он так вот ягод когда мне цифру назвали ягод трубку положил я плакал говорит он он плакал и я пытался ему объяснить сегодня что может быть он зря к нам приходил то есть вот эта женщина которая бы сказала к нам идти наверное ну как как-то странно это все произошло потому что я буду ты часто понимаешь что ты зря он ведь нет он говорит нет не зря и вот так ягод у меня открылись горизонты я вдруг увидел то чего я там не видел но я это больше отношу на то что мужик ну просто вот такой благодарны вообще надо сказать что среди китайцев уровень признательности когда у человека что-то получается неимоверный я не я не видел никого еще вот ну как как группу вот как группа вы ни от кого не получите такого уровня признательности и уважения за то что вы делаете чем вот китайцы когда они довольны тем что с ними происходит вот и он прямо так вот вот такие у нас бывают интересные новости ну я чё я вам рассказал а вы хотите верьте хотите нет счастливым